Жили-были у меня ворона и утка, и они были невероятно очаровательны. Когда я учился в начальной школе, я нашёл птенца-вороны под деревом в моём родном городе. Он упал слишком высоко, чтобы вернуться в своё гнездо, и из него текла кровь, вероятно, от удара. Так как ветеринаров поблизости не было из-за удалённости, то, пожалев его, я решил позаботиться обо всем сам. Я не был уверен, что едят вороньи птенцы, поэтому размял немного риса и скормил его птенцу на кончике зубочистки. Когда ворона выросла, я изменил её рацион с риса на насекомых, таких как черви и кузнечики. Я не уверен, правильно ли это было, но ворона процветала. Я даже дал ему имя, и от этого оно показалось мне ещё милее. Когда его звали, он каркал, следовал за мной и, кажется, любил, когда его гладили по голове. Однако, когда ворона выросла и научилась летать, я понял, что должен позволить ей вернуться в природу, хотя меня это и огорчало. Итак, я отвёл ворону на ближайшую гору. Я наблюдал некоторое время, но он не подавал никаких признаков того, что улетает, возможно, он слишком привык к людям. Чувствуя себя все более разбитым горем, я оставил его там и вернулся домой, но ворона последовала за мной и полетела. В тот момент я пожалел, что не держался от него на большем расстоянии, чтобы подготовить его к возвращению в природу. Не имея возможности оставить ворону на воле, я выпустил ворону на заднем дворе, позволив ей улетать, когда ей будет угодно. Я перестал давать еду, думая, что она уйдёт, когда проголодается. Однако в итоге он оставался на заднем дворе моей семьи более 10 лет, пока не скончался. Он питался самостоятельно и использовал заброшенный сарай в качестве убежища. За это время я также взял утку, родившуюся по соседству. Утка и ворона неплохо ладили. Утка тоже меня полюбила. Когда я шёл в школу, утка следовала за мной до школьных ворот, а затем возвращалась по оросительному каналу, который был кратчайшим путём от школы до дома. Ворона приветствовала меня по возвращении домой. Ворона играла в палочки, брошенные высоко в небо, и даже придумала, как открыть клювом заднюю дверь в мою комнату. Я подумал, что это довольно умно. Утка и ворона вместе купались в пруду и делили еду, образуя довольно милую связь. Теперь, когда я стал взрослым, обе птицы скончались, и я должен сказать, что справиться с птичьим пометом оказалось сложнее, чем я предполагал. Но, оглядываясь назад, я думаю, что время, проведённое с вороной и уткой в юности, было не таким уж плохим. Их фотографии до сих пор украшают дом моей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok